Всем доброго времени суток Сегодня у меня Такой вот Радиоприемник Белина 310М Вот легендарная ВАЗ-2101 В простонародье копейка Значит что с этим Радиоприемником не так Ну а то что он просто так сказать Морально и физически Устарел, то есть у него Он даже при подключении Не пытается ловить какие-то Волны, но честно говоря От него толку в данный момент мало Опять же он одноканальный У него Штатно я так понимаю подключался Один динамик, питание, антенна Значит что мне нужно с ним сделать Какова задача Нужно сделать чтобы Внешний вид остался на 100% Оригинальный А вот начинку можно изменить Какая должна быть начинка В нем должен присутствовать Блютуз Далее К нему должна подключаться Флешка через USB разъем Для прослушивания музыки И так же у него нужно установить Двухканальный Усилитель Звука на два динамика Ну соответственно слегка помощнее Чем здесь Задача конечно Интересна Так как сам приемник Не таких уже больших размеров Как стандартная магнитола Поэтому тем более Становится Интересной переделкой Сейчас мы даже его вскроем Посмотрим что у нас Внутри находится Верхняя крышка Одним винтом крепится Здесь у него Такая вот компактная Начинка Там вот находится Печатная плата Кнопки Подстройка Радиостанций И здесь вот усилитель Значит по сути Это будет даже Не переделка Я бы сказал Переделка Самоделка То есть По сути мне надо будет Оставить Только корпус Ну и передние органы управления Данной магнитолой Печатную плату Полностью удалить Со всеми Деталями И размести здесь Новую печатную плату Усилитель Блютуз Получается модуль USB модуль Единственное Наверное Оставлю вот этот Сетевой фильтр Он подавляет Помехи Разного рода По электрической Именно части Ну Регулятор громкости С включением Опять же Проверясь Он Еще со временем Не износился Потому что Вот таких Механических Регуляторов Громкости Бывает Иногда Треск Потом появляется Поэтому Нужно будет Его проверить Оставлю Вот эти вот Именно Не столько Кнопки Сколько клавиш И вот Эту Ручку То есть Внешний вид Должен будет Остаться Полос в оригинале С обратной стороны Он у нас Получается Крепится Думя винтами Здесь Печатная плата Такая вот То есть Всю вот эту Печатную плату Я буду удалять Плюс Вот этот Подстройку Частот Тогда у меня Появится Кое-какое место Для установки Современной Начинки Ну что же Я сейчас Приступлю Разрабатываю Схему Затем Показываю Обсуждаем И Приступаю К переделке По такой Я заказал Я заказал Могу пока Остальную переделку Делать без него Далее буду Такой стандартный Блютуз модуль Использовать Для подключения Флешки Стандартный Стабилизатор Напряжения ЛМ ЛМ 7805 И Такой Блютуз модуль Чем Примечательен Данный Блютуз модуль Он Получается Разработан Таким образом Если у вас Есть Питание 5 вольт USB И Хода Укс Он Элементарно Подключается И работает Мне же От него Понадобится Только Данная Плата Сам Корпус Не Нужен Здесь Получается Его Буду Использовать Внутри Магнитола Каким Образом Будет Работать Данная Магнитола Значит Вход Питания Будет 12 вольт Здесь На входе Будет Защитный Диод От Перемены Плюса С Минусом Предохранитель Устанавливаю Далее Будет Идти На Эту Кнопку Включение Питания 12 вольт Будет Подаваться На Микросхем Усилители Далее Последующих Блоков Мне Нужно 5 вольт Поэтому Через Стабилизатор Напряжение 5 вольт Она Будет Понижаться С 12 До 5 вольт Далее У меня Будет Стоять Кнопка SB2 Вот В этом Месте С Помощью Ее Можно Будет Выбирать Либо Будет Включен Bluetooth Модуль Либо USB Модуль Значит Также На этом USB Модуле Есть Еще Отдельный Усилитель Я Оставлю Буду Успользовать Предусилитель Для ТДА 7377 Этот Предусилитель Будет Собран На 8002A В микросхеме Здесь Я просто Отсоединю От него Питание Питание Будет На него Постоянно Подаваться При Включении Магнитола А вот Питание На USB И Bluetooth Будет Уже Контролироваться Переключением Данного Рычажка Вот Получается Я Включаю Магнитол И В соответствии В каком положении Будет Данный Переключатель Будет Включаться Либо USB Модуль Либо Bluetooth Если Bluetooth То Звук Будет Ити Я Сюда Был Добавить Регулятор Громкости То Здесь На этой Кнопке Стоит Переменный Резистор Пускай Здесь Мы Установим Так Пока По Простому То Есть Громкость Через Него Будет Ити На ТД 73 Системь Орегулируется Громкость Если Нам Нужна USB Модуль Мы Переключаем Кнопку СБ2 То Здесь Питание Будет Уходить С Bluetooth Модуля Включаться Будет USB Модуль И Воспроизведение Будет Флэш Идти Для того Чтобы Не портить Днешний Магнитолы USB Разъем Я Установлю С обратной Стороны Магнитолы И Потом Можно Будет Просто Взять Переходник Кабель Мама Папа Определ Определённой Длины И Уже Завести Его Нужное Место Где Будет Удобно Бардачок Либо Еще Какое Другое Место Также С Обратной Стороны Уже Будет Два Выхода На Два Динамика Как я Скал Микросхема Двухканальная Далее Вот Эти Три Кнопки Я Буду Использовать Для Управления Блютуз Модулем Здесь Их Четыре Здесь Получается Одна Кнопка Переключения Треков Вперед Вторая Назад Одна Кнопка Паузы Одна Кнопка Моды Так Вот Я Буду Использовать Переключение Треков Вперед Назад И Кнопку Моды Почему Кнопку Моды Потому Что Здесь Нету Как бы Такого Эквалайзера Эта Кнопка Мода Как раз Таки Переключение Эквалайзера То есть Если Кто Сталкивался С магнитолами В которых Есть Уже Готовые Настройки Запрограммированный Эквалайзер То есть Вы там Нажимаете На экранчике Выскакивает Классик Поп Рок То То же Самое Выполняет Данная Кнопка Поэтому Так как Здесь Нету Дополнительного Эквалайзера Я буду Использовать На передней Панели Получается Если Нам Надо Будет Эквалайзер Мы Нажимаем На Ню И Подбираем Нужно Уровень Звучания Вместо Кнопки Паузы Можно Просто Быстро Убрать Громкость То есть Я думаю Что Это Будет Более Эффективно Именно Использовать Эквалайзер Чем Кнопку Пауза Значит Что Мне Понадобится Для Данной Переделки Это Конечно Первонапера Нужно Разобрать До Основания Всю Эту Магнитолу Убрать Все Лишние Узлы С Нью Ну А потом Уже Начинать Изготовление Новых Узлов Новых Печатную Печатную Плату Устанавливалась Печатная Точно Так же Ну А далее Надо Будет Максимально Точно Продумать Как Расположить Элементы Внутри Данного Корпуса Для Того Чтобы Максимально Эффективно Они Здесь Работали Кстати В этом Виде Заодно Покажу Как я Вытравливаю Печатные Платы Обычно Вырезаю Но Здесь Я буду Комбинировать Часть Вытравлю А остальную Часть Выпилю Дремелем Потому Как Под Микросхему Усилителя Мне надо Будет Все Таки Чтобы Была Вытравлена Плата Там Не так Это Просто Выпилить Нужны Дорожки Решил Снять Промежуточный Результат Значит Для Управления Я Выбрал Такие Вот Три Кнопки Того же Периода Как и Этот Радиоприемник Только Здесь Были На Шесть Независимых Контактов Здесь Я беру На Три Для Того Чтобы Сохранить Размеры И По Жесткости Не Точно Такие То Еффект Будет Один Тоже И Удобно Становится На Своё Место Для Управления Громкостью Перечением Оставляю Ставер Резистор Переключатель А Для Переключения Между Блютусами Включаться Например USB В другую Строну До конца Будет Включаться Блютус Почему Я сделал Именно Такого Плана Потому Что Так Как Это Крутелка Если Сделать В виде Кнопки Все Рано Будет Постоянно Пытаться Крутануть А Так Он Уже Будет Поворотным Переключателем Также Изготовил Такую Плату Из Гетинакса По Размеру Старой Устанавливается Она будет Точно Так же Здесь Еще Осталось Просулить Отверстие Для Установки Винтов Значит Установил Еще Дополнительный Радиатор Как Он Будет Стоять Внутри Данной Магнитолы Теперь Мне надо Будет Вот в этом месте Где-то Стоять Микросхема А с этой Стороны Мне надо Вытроить Дорожки Под ней Микросхема Такая Вот Простенькая Два Динамика На два Канала Здесь Получаются Общие Входы Стерео Вход На шестую Ногу Подключается Один Кандинзатор А Седьмая Нога Это Стендбай Ну Его можно Через 10 км Сразу Подключать На питание И Она Будет Сразу Загружаться Здесь Я Разрабатываю Получается Просто Припаяться Выводится Провода В сторону Потом Здесь Питание Общий Минус Входы Конденсаторы И Здесь Резистор На 10 км На шестую Ногу Программа У меня Древняя Спринт Лоуд Какая-то Значит Так как Это Печатная Плата Мне надо Немножко По-другому У меня Будут Уходить Вправо Дорожки От нее Для Динамиков Поэтому Мне надо Удалить Вот эти Пятачки Завернуть Сюда В сторону Наши Дорожки Эти Дорожки Я тоже Уберу А далее Распечатаю Это На лазерном Принтере И покажу Что дальше С этим делать Сейчас я Исправлю Потом покажу Как я На чем Печатать Так вот Будет Выглядеть Конечный Результат Она Крайне Простенькая Потому что Мне Главное Вот это Вытроить Где ножки Микросхем Потому что Нарисовать Либо Дремелем Их Проблематично А вот Все остальное Там уже Крупногабаритные Детали Их С помощью Дремеля Спокойно Выпили Теперь Значит Мне понадобится Лист Глянцевой бумаги Не обязательно Белой Можно С любого Рекламного Проспекта Главное Чтобы Немножко Жестковатый Ставлю Принтер И нажимаем Печать Получилась Такая Печатная Плата Теперь Ее нужно Перенести На этот Кусок Фольгированного Гетинакса Сейчас Покажу Как это Делать Перед тем Как Пересить Этот Экскиз Дорожек На Фольгирован Текстолит Или Гетинакс Нужно Его Сначала Зачистить Затем Обезжирить Обезжирить Буду Распавитель Вайспирит Далее Берем Утюг Включаем Его На нагрев Теперь Прилаживаю Соответственно По отметке Печатную Плату Берем Пока Прогреется Утюг Как только Утюг Прогрелся Начинаем Проглаживать Место Где Находится Наши Печатные Дорожки Вот видите Они начинают Уже Проступать Главное Не Передержать Иначе Может Получается Сам Слой Меди Отслоится Текстолита Поэтому Проглаживаем Тихонько В принципе Как только Проступил Можно Насчитать Взялся Вот если Посмотреть То Уже Бумага Бумага Держится То есть Тонер Растопился И Приварился Непосредственно Поверхность Теперь Надо Дать Ее Остыть Затем Затем Положить Воду Чтобы Бумага Размякла И Снять Замачиваем Плату Умесили Бумажкой Так вот В воде На 10-15 Минут Для Для Того Чтобы Бумага Размягчилась И Легонько Снялась С Платы Только Бумага Растает Она Практически Сама Отходит От Платы Ну А дальше Сейчас Пойдем Это Счищать Так Вот Пока Бумага Влажная Тихонько Скатываем Сильно Не Прижимаем Она Удаляется Остаются Только Дорожки На плате И Еще Можно Остым Предметом Тихонько Удалить Лишнее Таким Образом Остаются Дорожки Если У вас Где-то Получились Дорожки Надорваны Не спешите Ничего Переделать Можно С помощью Перманентного Маркера То есть Водостойкого Все Это Исправить Просто Прорисовать Участки Которые По каким-то Причинам Развалились Водостойкий Маркер Вполне Удержан Теперь Все Участки Которые Мне Не надо Вытравливать Я закрою Скотчем Подготовил Оплату Сейчас Я Вложу В раствор Хлорного Железа В среднем Хватает Минут Сорок Если раствор Свежий Но Наверное Он уже Поработавший Поэтому Где-то В среднем На час Придется Положить Также Можно Использовать Медный Купорос Там Нужно Три Ложки Соли И Одна Ложка Медного Купороса Столовая Смешать С водой Теплые И Можно Тоже Но Там Правда Пару Часов Будет Рыться В хлорном Железе Конечно Быстрее Получается Такой Раствор Хлорного Железа Теперь Тихонько Ложим Плату С одного На второй Она Должна Остаться Плавать Над Водой Если Тихонько Ложить То Воздух С под Него Выйдет Но Бывает Такое Что Если Быстро Положить Воздух Может С нее Не Выйти Поэтому Тихонько С одного Края Ложим Таким Образом Чтобы Она Осталась Висеть Именно На Жидкость Если Она Упадет На Дно Процесс Травления Может Замедлиться Ну Сейчас В течение Часа Будет Она В таком Состоянии Затем Под Нем Посмотрим На ее Состояние Вот Что У меня Получилось Поднимаем Плату Все Вытравилось Сейчас Смоем Раствор Отклеим Скотч Посмотрим Далее Так Вот Выглядит Вытравленная Плата Сейчас Можно Снять Скотч И Обязательно Перед тем Как смывать Все Лучше Всего Посверлить Отверстия Пока Их Видно Сверлю Обычно Таким Вот Дремером Сейчас Их Все Посверлю Продолжим Так Посверлил Отверстия Теперь Снимаем Скотч Теперь Можно Либо Наждачкой Счистить Но Так Мы Портим Как бы Саму Поверхность Либо Можно Взять Хороший Растворитель Нанести Его Подождать Он Практически Растворяет Весь Тонер Смыть Остатки Такой Процесс Изготовления Травления Дорожек Ну Ну Теперь Моя Задача Надо Еще Засверлиться Установить Кнопки Управления Сюда Затем Расположить Модули И Собрать Все Плату Воедино Ну Что Я Продолжаю Решил Снять Промежуточный Результат Значит Уже Запаял Кнопки Плату Пока Дорожки Оставил Незаконченные Когда Установлю Все Блоки Тогда Буду Знать Какие Места Мне Удобнее Провести Далее Удалил С платы Лишние Детали То есть Стоял Разъем Под Микро СД Разъем Зарядки Разъем Для Подключения Колонки Разъем Для Подключения Наушников Кнопки Удалил Подготовил Плату К тому Месту Где Она Будет Устанавливаться Пропилил Окошко Под ЕСБ Что У меня Дальше Получается Нужно Цепь Питания Сделать По Входу Питания Запаяю На Плату Такой Вот Предохранитель Будет 12 Вольт Проходить Дальше Диод Шутки Для Защиты От Переплюсовки То есть Если Вдруг Перепутат Плюс Минусом То Он Пропустит Терези Сажет Предохранитель И Оставит Защитит Цепь Далее Там Конденсатор Где-то На 200 МкФ 16 Вольт Поставили Электролиты Фильтр Фильтр Как я Говорил Оставлю Родной Дальше Здесь Кнопка И Обратно Цепь Будет Возвращаться На Стабилизатор Напряжения И На Микросхему Получается Усилителя Этот Усилитель Я Здесь Питание Разделил Я На него Отдельно Подам Сразу же Питание Со Стабилизатора 5 Вольт А Уже Питание На USB Модуль И Bluetooth Будут Ити Отдельно Через Данный Выключатель Общий Будет Выход Один Питание Выход Того Зависимости В какую Сторону Будет Повернута Рукоятка Также Если честно Здесь Место Освободилось Поэтому Возможно Бонусом Сделаю Здесь Еще Аукс Ход Хотя Не просили Выдет Ну В принципе Можно И сделать Так Скать Небольшой Бонус Для Заказчика Поэтому Подпаяю Сюда Аукс И Проводочком Стоит Подам На Уход Будет На Всякий Случай Аукс То В случае Когда Мы Отключим Флешку Можем Воспользоваться Аукс Будет Ну Что Я Продолжаю На Данном Этапе Я Установил Два Модуля Конденсатор Стабилизатор Предохранитель Заменил Конденсатор На Фильтр Который Был Родной Который Оставлю Здесь Таким Вот Образом Получились На Дорожки Здесь Будут Отходить Дорожки На Динамике Здесь Дорожки Для Переключения Режимом USB USB И Bluetooth Как я Говорю Приключаться Будут Таким Вот Реохордом Я Его Здесь Разделил И Получается Это Как бы Переключатель Двух Положений Влево Одно Вправо Другое Поэтому У него Есть Средняя Точка И две Крайних В одну Сторону Поворачиваем Будет Приключаться Bluetooth Во вторую USB Также Как я Говорю Бонусом Установил Еще На всякий Случай Аукс Ход Лишним Не будет Далее Столкнулся С некоторой Проблемой Части Подсветки Передней Панели Как бы По заводу Не предназначена Подсветка Клави Что-то Как бы Ставила Одна Лампочка Подсветки Шкалы И Все Но Как бы Сама Шкала В данный Это уже Для меня Не актуально Поэтому Я сделал Следующее Решение Прямо На корпусе По краям Установил Два Светодиода Теперь Если поставить Панель То По крайней Мере Вот эти Ореолы Клавиш Они Подсвечиваются В принципе В темноте Видно Хотя бы Куда Нажимать Далее Так как Шкала Уже Стандартном Режиме Не нужно То Я Передел Под Свои Нужды Начал Установил Здесь Три Разноцветных Светодиода Далее Будет Становиться Светофильтр И Все Это Дело Закрывается Как бы Внешне Особо Ничего Не Изменилось Ну Теперь Один Светодиод Красного Свечения Загораться Когда Включается Блютуз Либо USB Видите На три зоны Разделено Поэтому Как раз Это Довольно Таки Удобно При Приключении На другой Режим Будет Другой Светодиод Заграться И В третьем Режиме Будет Один Светодиод Он Будет Михающим В режиме Блютуз Он Будет Михать Пока Блютуз Не Подключится К Устройству А В режиме USB Он Индицирует Работу Флешки Как только Флешка Загрузилась И работает Он Индицирует Ее Работу Поэтому Сейчас Мне Получается Можно Собрать Переднюю Панель Уставить Реохорд Резистор Выключатель Я проверил Который Родной У него Ставил В принципе Рабочий Ставим Все это На место И Осталось Дождаться Микросхемы Усилителя Тогда Я смогу Ее Запаять На место И Установить Полностью Уже Плату На Ее Постоянное Место Работы Думаю Самое Время Подвести Итоги Значит Было У нас Вот так Вот Стало Вот Так Вот Было У нас Вот Так Вот Стало Теперь Вот Так Вот Здесь Получается Современная Начинка Усилители Блоки Модули Ну что ж Думаю Самое Время Подключить И проверить На что Эта малютка Теперь У нас Способна Значит У нас Плюс Минус Далее Два Динамика Оранжево Черное И Желто Черное Включаем Магнитолу Она Сразу Включена У нас Сейчас В режиме Блютуз Мигает Лампочка То что Она Ищет Источник Для Подключения Беру Телефон Включаем Блютуз Как Она Соединилась Она Озвучивает Это И Можно Слушать Теперь Музыку Сразу До Подключения Имеется Определенно Как бы Дополнительные Помехи Но Когда уже Идет Воспроизведение Музыки То Звук Полностью Чистый Качественный Если Повернуть Рукоятку До конца Вправо Включается Красный Стадиод Магнитола Выключает Блютуз Включает Аукс И И И И В Данном Режиме Можно Подключить Аукс Воспроизведение Мигает Оранжевый Светодиод Здесь у меня Телефон Сейчас попробуем Как будет изменяться Звон Воспроизведение Низким Частотам Управление Сабвуфи И так далее Ну что ж На данной ноте Я заканчиваю Своё видео Всем спасибо За внимание Всего хорошего